здравствуйте эта программа дело и я юлия прохорова банк россии с 13 мая будет покупать доллары по 100 200 миллионов ежедневно по 100 200 миллионов долларов после этого сообщения курсы доллара и евро выросли больше чем на рубль выше 50 57 рублей соответственно себя призывает не беспокоиться по поводу динамики валютных курсов для минимизации то влияние покупки будут осуществляться равномерно в течение торгового дня решение регулятора вернуться на рынок с интервенциями по мнению аналитиков указывает на обоснованный курс рубля насколько он обоснован насколько он стабилен и как эта стабильность повлияет на активность инвесторов об этом говорим сегодня нашей студии нас гостях сергей михайлов председатель совета директоров группы капитал управления активами здравствуйте сергей спасибо что пришли в нашу студию большинство мнений аналитиков сводится к тому что действие центробанка это стопроцентная гарантия того что рубль дальше укрепляться не будет вы с этим согласны ну центробанк минфин утверждали что их интересует цифра 50 плюс-минус немного и наверное они будут придерживаться этой цифры покупая ну или продавая в качестве аргумента еще приводит тот факт что любое укрепление рубля это уже дополнительные риски для программы импортозамещения ну возможно да я не вижу каких-то угроз пока но это заявление центробанка прозвучало вот совсем недавно ну давайте посмотрим день-другой как все будет потом будем бояться или или радоваться не знаю посмотри на валютном рынке можно назвать стабильный я думаю да она она понятно теперь потому что все игроки каким-то образом определились со своим поведением это очень важно это главное на самом деле в любой игре банки понятно что делать должны центральный банк тоже вроде бы если брать реальный сектор то ну кому-то дороговато эти деньги например в ипотеке объявили 12 процентов и всунули эти цифры центру государственным банкам и это очень хорошо это очень полезно для реального сектора для девелопмента то есть процесс идет мне кажется туда куда он и должен был бы идти может быть он медленнее чем надо иной раз но все равно он как-то как-то там правильно я сегодня пыталась найти определение ситуации как раз на валютном рынке и многие финансисты называют не просто стабильный а удручающий стабильный и продолжают что любое затишье затишье перед бурей и то что касается финансового и валютного рынка буря обязательно будет вопрос только когда и собственно где рванет ну слушайте можно предположить простую вещь которая всем очень всем понятно и на мой взгляд не надо специально в ней разбираться она состоит в том что когда-то но на самом деле во втором полугодии наступит какой-то в общем пик платежей наших корпоративных должников им понадобятся доллары чтобы платить это раз когда-то какие-то злые спекулянты непонятно правда кто это такие но но пусть они будут какими-то там иностранными например начнут выходить из уфз и переходить в валюту чтобы зафиксировать прибыль ну в одних деньгах потом перейти в другие ну и поехали дальше приращивать ту цифру которую они получили например в долларе при выходе из рублей ну можно это предположить даст я я согласен что такое может быть намного ли это подымет курс рубля не знаю но можно предположить что может быть 5-7 рублей да то есть от 50 это туда вот куда-нибудь отправиться надолго тоже цифра такая не 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 очень понятная как-то в любом случае экономика должна притереться и потребовать от финансовых властей каких-то понятных параметров кредитования или заимствования на облигационных рынках так далее это сложно каким-то образом вот так вот перебить или переиграть я не верю что мы опять устремимся в 65 куда-нибудь вот туда вот не верю не верите кстати очень многие говорят о том что курс рубля не зависит от цены на нефть это мнение все больше сейчас ну как зависит конечно слушайте да нет что говорят да что в текущем курсе заложены резервы повышения понижения котировок у Минфина и у ЦБ и у всех денежных властей наших есть понимание сколько стоит баррель в рублях удобной для них цены и они вокруг этой цены конечно же себя как-то ощущают и ее берегут поэтому чего умножаете одно на другое то что мы сейчас я абсолютно не согласен потому что иначе каким образом рулить бюджетом но если серии конспирологических теорий если если нет например четкого прогноза роста ВВП да и непонятно есть ли у нас вообще рост в экономике и так далее ну Минфину по другому жить нельзя а постепенное снижение ключевой ставки оно оказывает свое влияние на укрепление оно обязано оказывать оно обязано быть во первых во вторых оно обязано стимулировать какой-то рост экономики потому что вольно-невольно мы сделали большое дело уронив рубль и создав приличную конкурентоспособность российских товаров на своем рынке и на зарубежном вот давайте вернемся в 91 год и вспомним Советский Союз где что-то производилось но этого было немного и это было каким-то образом странно вмонтировано в наши минимальные потребности мы открыли границы то есть мы вступили в ЕС я бы так сказал в 91 году первыми из Советских Республик или из Республик Восточной Европы толком мы вступили в ЕС всей своей 150-миллионной страной нас туда приняли в результате мы с той поры едим ножки буша там зарубежный сыр носим итальянские штаны и все остальное прочее и так далее то есть мы ни разу не попробовали поконкурировать с этой зоной в смысле производства чего-то такого для себя а сейчас мы тоже часть ЕС после той самой программы импортозамещения а сейчас мы тоже часть ЕС безусловно до сей поры покуда мы не проконкурировали с ними и не заместили известное количество товаров но сейчас у нас появился шанс который нам отчасти был выдан ну извините нашим руководством отчасти санкциями отчасти он объективно к нам приплыл ну давайте делать российский сыр давайте извините делать российское белье постельное и все остальное что ж хитрого то хлопок у нас тоже есть и в Пакистане он есть и рабочая сила у нас теперь уже не такая дорогая и все остальное тоже как-то похоже на то что там есть кто должен не упустить этот шанс ну в первую очередь конечно производители бизнесмены и так далее во вторую очередь правительство которое должно им помочь вот в том то и дело в чем должна выражаться простимулировать простимулировать это простимулировать нужно я не знаю позволить занимать относительно дешевые деньги нужно позволить иметь какие-то местами где надо положено это иметь налоговые каникулы нужно иметь какие-то иные нормативы например связанные с тем что бизнес например малый и средний не должен быть таким дорогим с точки зрения костов по обеспечению самоинфраструктуры ну то есть налогообложения администрирование и так далее и так далее ну зачем в ресторане в котором работают три человека еще шесть бухгалтеров еще там пять человек которые отбиваются от налоговой ну это нонсенс правда пусть он платит нормальные налоги пусть он что-то делает продает производит и платит и собственно так живет вся Европа то что касается малого и среднего бизнеса буквально вчера в среду госдума приняла в первом чтении закон о льготах для этого вида бизнеса например для вот в части иностранных юридических лиц он увеличивает порог участия их в уставном капитале малых и средних предприятий до 49 процентов с 25 то есть с вашей точки зрения вот для инвесторов это существенное послабление мне кажется это вообще куда-то не туда и не сюда это ни о чем главное с точки зрения бизнес планирования это возможность зарабатывать оптимизируя доходы и расходы если ты понимаешь как делать и то и другое ты понимаешь что у тебя есть бизнес вот все остальное что вне этого это какой-то своеобразный фон это как можно планировать доходы и расходы ты не уверен будет ли у тебя торговый сбор или не будет ты не знаешь как рассчитать там кадастровую стоимость недвижимости все это меняется постоянно ну слушайте я вам сейчас конечно не отвечу за всю планету и за все сразу виды бизнеса и могу только сказать одно если сейчас у нас есть возможность продавать на свой рынок при ограничениях для европейских ну и отдельных мировых товаров то чего туда не продавалось никогда это шанс и этим надо заниматься и ровно малый и средний бизнес это способен сделать быстро и с результатом это понятный факт то что касается например каких-то ограничений для больших бизнесов возьмите нефтяников металлургов химиков лесников людей которые занимаются удобрениями и так далее для них это тоже шанс потому что себестоимость того что у нас здесь производится по сравнению валютном исчислении да по сравнению с тем что есть в Европе она извините упала ну процентов на 40 то есть наши товары должны быть там конкурентны они должны должны занять соответствующие извините ниши и там ну кого-то вытеснить кого-то подвинуть с кем-то вступить в паритет и так далее но это объективная история она она из учебников то есть я ничего тут не говорю умного и так далее это просто надо реализовывать на мой взгляд для этого нужно какое-то время и это произойдет это произойдет ровно потому что видите вот давайте в Грецию возьмем да вот пресловутую вот у них вот такая страна а пенсия например у народа ну сопоставимого с нашим да 1100 евро или около того а у нас например она 250 евро ну умножьте там 15 тысяч рублей точнее разделите получите примерно такую же цифру экономика у нас раз в 200 больше с точки зрения размеров объема всего остального и поступления и так далее вопрос вот где мы как мы вообще друг с другом там можем себя сравнить понятно что долго эти товарищи так не смогут они обязаны жить в режиме экономии они обязаны там снижать свои косты и все остальное прочее а мы в этом состоянии как были остаемся да еще и упали за предыдущие полгода ну почему же мы не должны вытеснить кого-то там с этих греческих товаров на греческих прилавках извините имея в виду Европу и другое а уж со своих то прилавках ну просто обязаны просто обязаны конечно есть элитные вещи ну да не умеем согласен раз уж мы заговорили про пенсии по словам головы Минфина Антона Силуанова дословно инвестиционный рост экономики обеспечит пенсионные накопления я так понимаю что и управляющие компании инвестиционные компании готовы вкладываться в инфраструктурные проекты вот какими должны быть условия инвестирования ну смотрите вот то что обещано в пенс накоплениях описывается цифрой примерно 400 миллиардов рублей в год ну в следующем году может быть это будет большая цифра в следующем еще может быть более высокая и сейчас все эти деньги вкладываются в реальный сектор они вкладываются либо в долговые обязательства либо в акции в силу того что риск вложения в акции высок то примерно 95-90 процентов вкладываются в долги то есть это есть кредиты реальному сектору либо через банки либо напрямую и всего там 5-10 процентов это какие-то технологические спекуляции на рынке акций что можно и нужно назвать инфраструктурным проектом ну давайте мы купим облигации РАУ и ЕС извините этого Интеррау или например РЖД или например Транснефти это же инфраструктурные проекты это транспортные проекты железнодорожные автодорожные кое-где да вперед поехали пусть имитент нам покажет бумагу мы ее купим и не надо специально этим чем-то заниматься то есть когда есть какой-то высокий смысл о том что надо их придумать ну вот есть у нас такие опыты когда там люди строят дороги от Москвы до Химы нормальная история спору нет здорово класс но это штучная и очень не как бы не типичная история возможно для там всей нашей экономики но у нас есть куча предприятий больших государственных или государственным участием или частных у которых этих проектов вагон вперед все ясно все ясно что делать выпускайте долговые обязательства купим сегодня президент НАП Константин Угурюмов на форуме инвестиций в России сказал о том что опять встает вопрос о накопительной части пенсии то есть социальный блок правительства он продолжает отстаивать свою позицию вот скажите пожалуйста вот эти туда-сюда вот эта вот война между социальным и финансовым блоком правительства она какими потерями грозит управляющим компаниями и тем самым инфраструктурным проектом есть вообще для себя как бы отводите место тому факту что накопительную часть пенсии могут все-таки отменить ну премьер сказал что нет и это было недавно совсем то что транслирует социальный блок он как мне кажется говорит примерно следующее слушайте мы боимся наших обязательств перед потенциальными пенсионерами они растут и растут люди как неудивительно почему-то живут дольше хотят больше брать денег из бюджета в качестве своих пенсий и так далее в общем какой-то у нас есть страх и мы при этом думаем как бы вот это дело компенсировать и вот мы думаем что нужно поступить так это одна позиция но есть экономический блок который говорит а мы вот понимаем что наша страна молодец что мы туда инвестируем так то здесь мы развиваемся так то и наши доходы и наш ВВП растет так что пенсионерам и этим и тем и следующим хватит так я вот вас спрошу вы социальный блок слышите? ну со своими опасениями да и вы об этом говорите а экономический блок не очень с другой стороны экономический блок на мой взгляд сейчас я его очень хочу похвалить он выглядит значительно более квалифицированным чем социальный слава богу там собралась команда в Минэке в центральном банке в Минфине которые абсолютно адекватно транслируют то что нужно сделать для того чтобы экономика росла может быть они не способны сейчас посчитать эти проценты и там какие-то в любом случае они в большинстве да они в адеквате они более современные они более нормальные люди чем в данном случае товарищи которые от имени Минтруда условно я их тоже не ругаю просто боятся да и все ну надо что-то делать боятся это хорошие опции но она не спасает от мягко говоря трудностей хочу вас спросить вчера госдума приняла в первом чтении законопроекта об амнистии капитала вы верите вот в нее в ее результаты в том виде вот в котором сейчас все это происходит что например нужно будет декларировать не только активы но и сделки по их приобретению вы знаете бизнес так сказать результат он в деталях всего этого что произойдет ведь смотрите надо исходить из того что когда все мы начали планировать разного рода бизнес процессы мы понанимали себе иностранных консультантов и в общем наверное и русских сильно умных которые нарисовали нам бизнес модели которые предполагали разного рода участие всяких оффшоров всяких переплетений всего этого дела и так далее что предполагало некую оптимизацию то есть это был процесс который занял годы годы по строительству разных бизнесов теперь нам говорят ребята не надо в общем как-то спасать деньги в разного рода офшорах нехорошо надо платить налоги везде либо там либо здесь и если здесь цифра сопоставимая с там но почему же не здесь то тогда чего волноваться если инфраструктурные затраты на какие-нибудь Кипры там они сопоставимы с тем что придется здесь заплатить в качестве налогов но они не сопоставимы это вопрос который надо обсуждать это не про то что принимает сейчас Дума Дума принимает документ который называется о принципах об идеях а не о цифрах поэтому то что они примут когда-то нужно будет потом оцифровать обдумать обсчитать и потом это даст какой-то результат какой не знаю но в идеологическом смысле логичнее если весь мир борется с офшорами логичнее тоже вступить на эту тропу которая называется минимум офшоров больше светлых компаний не так давно американский миллиардер и инвестор Джим Роджерсон будучи в России советовал инвестировать в российский фондовый рынок и рубли и еще один американский миллиардер Дэвид Бондерман он сказал о том что инвестиции в Россию привлекательны несмотря на геополитику госсекретарь США Джон Керри приехал в Москву это потепление? ну наверное да но смотрите как выглядит инвестиционный процесс у нас 20 секунд времени есть нервные деньги они называются например пенсионными или страховыми для которых лимиты инвестиций очень сурово регулируются регуляторами если нам России понижены рейтинги то этим людям если их не приподнять инвестировать в нас эти деньги нельзя как бы им не хотелось как бы их не привлекало жадность не рулила бы им пока этого нельзя поэтому или они придумают новые продукты или на этот рынок придут новые к сожалению вынуждены вас прервать спасибо Сергей Михайлов представитель совета директоров группы капитал управления аксиоми я Юлия Прохорова смотрите РБК Телеканал РБК и Следственный комитет России представляют законодательные инициативы следствия в области бизнеса почему не стоит нарушать правила и что грозит бизнесу который выходит за рамки закон и порядок в прямом эфире РБК правила каждую пятницу в 11.45 на РБК